В эфире программа «Новины регионов» Студия Павел Савицкий, витая вас, глядитесь сегодня в выпуске. У чем подозрают правоохолники посадовую особу холдинга бабушки на крынке и посадовника Могилевской коммерциейной структуры? 750 сторонок с «Гисторией города» пресс-конференцию, присвященную юбилею Могилева, провели у межах третьяга областного форума молодых журналистов. «Золотая пчелка» – курс на Климовичи. Что интересного, чекая аматоров детской творчести на селетнем фестивале? Могилевчане пропонуются долучить территорию блога питомника предприятия Могилевых зеленгаз до Печерского лесопарку. С этой инициативой выступили активисты супольностей «Захаваем Печерский лесопарк». Былый питомник находится уздолч Минской шаши, в районе припынку Зеленый Гай. Там заховалися разностайные древы и кустарники. Причем, они уже сформировались, и, на думку, горожан могут стать полновартостной часткой парку. Подробностей у наступном материале. На этом месте часом и не сдагадаешься, что по обо двух боках Берозового калидора знаходятся аллеи звязаў дубоў лип каштанаў. Не так давно у вагу на десятки зеленых гектаров звернули активисты супольностей «Захаваем Печерский лесопарк». Прямо у меня за спиной находятся около 120 дубов, которые представляют собой аллею. Таких аллей в этом высшем питомнике зеленостроя десятки, даже сотни. Здесь присутствуют редкие виды растений, начиная от туй, заканчивая японской айвой. Паводли схемы Печерский лесопарк і прылегла дэагу зеленая тэрэтория, падзеленая на зоны. Там, дзе некалі был питомник, прадугледжена будаўництва спортывных аб'ектаў, аквапарку і футбольнага манежа. Гараджа не башыць гэта месца пратягам лесопаркавы тэрэтории. Здесь организаваць пікніковая зона, детскія плащадкі, зоны воркаут, які-то дарошкі. Но, вот чўо мы больше всего опасаемся, што приедут бульдозеры, даже если это случится, и снесут все вот эти насаждения. В любом случае, размещение любых аб'ектов также подлежит общественному обсуждению. Несмотря на то, что документация ест, она определяет лишь направление развития. В настоящее время отсутствуют инвесторы, которые были заинтересованы в реализации каких-либо проектов на этой территории, равно как и бюджетные источники. Про панову супольности подтримливают и озеленители, и экологи. Там есть какие-то ценные породы деревьев, и обыграть это в парке, чтобы не снести эти деревья, да, это возможно. И, конечно, это и хотелось бы даже видеть. Мы полностью поддерживаем предложение, потому что чем больше зеленых зон будет в городе, тем будет лучше, наверное, для нас с вами, для всех горожан. Чиновники готовы выслухать пропановых горожан и шукать альтернативы. Например, отмывились от пляцовки для картингу, я ее замянили на велодорожки. Во управлении архитектуры и города-будовництва Могилевского Гарвы-Канкама запевнивают, что на территории самого Печерского лесопарка ніякой забудовы не плануются, только доброапорадкованне и подтриманне стану зеленой зоны. Алена Славьева, Александр Тарасов, Миколай Соболев, «Навин Региона». Пресс-конференция, присвященная юбилею Могилева, отбылась у межах третьего областного форума молодых журналистов. Тема «750 сторонок могилевской истории» и «750 информационных нагод для СМИ». Спикеры пресс-конференции рассказали, яким будет день города. Дагалонуга Могилевского свята застался месяц. Свой юбилей Могилев традиционно отзначить 28 червеня – у день вызволения города от немецких фашистских захопников. Але граждане и теперь живут в прочувании свята. Гэтаму садзейничала серьезная промышлен-компания, у якой же хары областного центру приняли самы активную делу. Гэта стварыння логотипу, які зараз упрыгожывая кожный могилевский куток, конкурсы и проекты до свята от городских установ и предприемств. Як прагучала на конференции, святкование юбилея почнется зашанование памяти советских солдат и офицеров, что загинули под час Великой Айчины войны. Лепши у своей справе будут узнагароджены специальные премии могилевского гарвы «Канкама» досягнення. Конечно, могилевща ждет незабываемое шоу. Это итоговое мероприятие, которое будет красивым, которое будет незабываемым, которое будет интересным, которое будет трогательным, которое будет радостным. На свят очекать гостей с городов-побратимов, які рыхтуют для могилева подарунки. У городе уже есть тульские и московские дворки, памятные знаки от сябров и партнеров. Все ли это их станет больше? Мы надеемся, будет незабываемый подарок от наших китайских друзей и партнеров. Это шоу фейерверков, которому мы тоже уже сегодня вместе готовимся. Свят обещает стать грандиозным. По словах его организаторов, самое главное – сделать так, как каждый могилевщанин отшу себе его часткой. И сроки массовой информации – лепши допоможники у этой справе. Пресс-конференции и тематичные секции стали заключной часткой третьего формы молодых журналистов. Ирина Борделовская, Александр Артемьев, Новина Региона. Могилевское предприемство «Магатекс» стало одним из лепших экспортеров в Беларуси по выниках 2016 года. Теперь «Магатекс» отправляет на экспорт до 80% своей продукции и мкнется поширить рынки сбыта у далеким замежи. Объемы вытворчасти «Магатекса» досягают 30 миллионов метров тканинов за год. Это самое обуяное текстильное предприемство в Европе. «Магатекс» освоил 7 новых рынков. Гэта Франция, Тунис, Венграя, Италия, Германия и первые поставки отбылся летось у Японию. Протягивается супрацовніство со шведской компанией «Икеа». Кераунистам яркую довести колькась экспортных краин до двух десятков. Самое главное новинное на «Магатекс» в том, что предприемство увайшло у державную инвестиционную программу Республики Беларусь, якая ставит на мэте модернизацию вытворчасти. Прагытый генеральный директор «Магатекса» Виктор Маціевич рассказал у интервью телерадою компании «Магилю». Скажем так, 38 миллионов евро, из них половина – это средства инновационного фонда, половина – средства предприятия, которое начнет программу. Уже вот сейчас, с этого года, в течение двух лет, мы должны инвестировать и создавать совершенно новые продукты. Но здесь для нас очень важно – это вопрос диверсификации. И ту задачу, которую мы ставим по инновационной программе – это увеличить экспорт вне рынка стран Евразес не менее чем в шесть раз. То есть сегодня это составляет где-то 3-5%. Мы планируем в среднем где-то до 25% объема экспорта должны быть страны вне Евразес. Это очень важная программа, которую мы себе поставили, и будем ее выполнять. Интервью Виктора Маціевича глядите у информационно-аналитичной программе «Днями». Перевышение улады и службовых полномостов. Гэтым позатрываются посадовая особа холдинга «Бабушкина Крынка» и представник Могилевской коммерцейной структуры. Супрацовники экономичной милиции меркуют, что вынику их деянности «Шкода» молочной компании может оцениваться больше 700 тысяч рублей. Супрацовники экономичной милиции, які затремали криминальный дуэт, высветлили схему его деянности. Посадовая особа молочной компании, разом с коммерсантом за сродки предприемства, набыли для его обсталявания по завышенном коште. Данные лица документально оформили поставку через ряд коммерческих структур, в результате чего сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. У нас есть достаточные основания полагать, что данный факт преступной деятельности не единичный. Предполагаемая сумма ущерба причиненного предприятию может составить более 700 тысяч рублей. Следший комитет завел на затреманных криминальную справу по артикуле «Перевышение улады» и службовых полномодствов. Я не взяты под варту. Андрей Шуляк, Сергей Крапяков, Новины региона. У Могилёве подколы трапе у восьмигадовых хлопчых. Здаренье отбылося у дворы жилого дома по улице Краснозвёздной. Як поведомили у Держаутоинспекции, хлопчик раптовно выбег за припаркованной машиной и его сбил автомобиль, который рухался в этот момент по местному проезду. Малога со шматрикыми травмами шпитализовали. Да и нагадывая, что с 25 мая началось специальное комплексное мероприемство «Увага Дети», которое протянется до 5 червеня. У ГТП-рыт аутотранспорт обавязаный рухаться с уключенным ближним светлом фарка прытягивать увагу пешаходов. Да уваги могилевчан и гостей города. С 29 мая и по 30 червеня у сувязи с проведением ремонтных работ частого отбудутся змены у руху транспорту на участку дороги по улице Лазаренко. Так, от улицы Космонавтов и до магазина «Еуралопт» рух транспорту будет только у одним напрямку. Отповедный сменится и маршрут автобусов номер 10, 22, 41 и 43. А так само маршрутных такси 6Т, 7К и Т, 33Т. И он будет ожитивляться по наступной схеме. В улице Лазаренко, в улице Будовников, в улице Заслонова, площадь Космонавтов и долей на улицу Космонавтов. Будьте уважливы и загадя плануйте свои маршруты. Ее ихудка сполнится 10 год, а у ее активе особистый рекорд в скачок, да ужиню и пкаля 15 метров на мотоцикле. В целом могилючанка Елизавета Селязнева промыла удел «Амаль» у 70 с поборництвах. Выниковым был удел в чемпионатах Беларуси, а так само на российских и европейских спортивных плясовках. Недавно привезла перемогу в Сбранску. Стала первой уже ночью за лику в классе мотоциклов до 65 кубов. Я хочу стать чемпионкой на Европе, приезжать первой. Мальчиков обгонять? Да, обгонять мальчиков и приезжать первой. А как ты думаешь, что сильнее мальчиков в мотокроссе? Ну, честно, нет. У нас есть один мальчик с Волковском, я его в жизни не объеду. В Сбранск мы поехали перед областными соревнованиями в Волковыске посмотреть, как она готова вообще к соревнованиям. И там более... Ребенка хочется покатать более на серьезной гонке, посмотреть, как он готов к этим соревнованиям. По выносливости. Да, трасса, конечно, оказалась очень скоростной, тяжелой, подъемы. Но мы справились со всеми этими задачами. Было небольшое падение одно, но ничего страшного. Мы это все побороли. 27-28 мая молодую спортсменку чекает еще один серьезный старт. Елизавета Селязнева примет удел у первом этапе чемпионата и першинства Беларуси по мотокроссе у Ашмянах. А 30 мая ее исполняется 10 год. Катерна Балукова, Миколай Соболев, Новины региона. Махилев примет 17-й международный турнир по шахматах на призы могилевского гроссмайстра Федорова. Показать себе въехалися 99 юных спортсменов с Беларуси и России. Шахматные об Италии будут разгортываться 4 дней. Кто в лидерах, зараз ведая Олесь Рыбалка. Гроссмайстер, су свет навядомый, мегилевчанин Алексей Федоров, все лето на турниры не присутничает. Рыхтуются отдач чемпионату Европы, який стартует литерально на днях у Минску. Тем не менее, на споборництвах у все самые эмоционные шахматные школы Беларуси. Сярод гостей – две команды со Смоленску. Очень сильный состав собрался в младшем возрасте. Если брать возраст до 12 лет, краз 2005 год рождения моложе, то из шести призеров среди мальчиков и девочек первенства Беларуси участвует пять. Так что это уже говорит об уровне турнира. Сярод таких майстру из молодшего дивизиона 10-годовый Миша Спижарный, Йон Зорши. Все лето стал чемпионом Беларуси во взросле до 12 год. Удалым для его стала и гэта партия. Соперник с Бабруйску сдался. Про перемогу першей доведывается мать юного шахматиста. За уседы побачь, за уседы гонорытца сыном. Он просто играет и испытывает удовольствие от игры. Ну, тренировки, каждый день тренируется. Могилевские ведучие юнаки на турниры отсутничают. Так само рыхтуются до Европы. Зато и шахматистки больше, чем годные. Ксения Зеленцова у 12 год увайшла у тройку в моцнейших возрасте до 18 год. И гэта у першыню у истории беларуских шахматов. Перемогая пакуль и Ганна Старовойтова. Шахматыстка, еще у 8 год становилась чемпионкой Беларуси. Очень много достойных соперников. Буду бороться. Хотелось бы призовое занять какое-то. Не знаю, как получится. Пакуль команда Могилева на первом месте. На первой месте еще 6 туров с 9. Турнир ладится по швейцарской системе, у якой усе выращая финал. Добрая гульня у опошних поединках да поможа резко узняться у турнирной таблицы. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новин Региона. На наступном тыдне у Климовичах распочнется 16-й международный фестиваль детской творчести «Золотая пчелка». На 4 дни с 1 и по 4 червеня Климовичи перетворятся у столицы Великого Свята Дятинства. Все летний фестиваль чекает больше за 700 удельников с 8 краин света. У першыню по удельничеству в этом детяшем фесте плануют гости из Финляндии, так само приедут коллективы из Кыргызстана, Румынии, Сербии и традиционная Россия, Украина, Молдова и, конечно, белорусские выканавцы. С каждым годом, кажутся організаторы, фестиваль поширает свою географию и набывает авторитетное международное музровнение. Означается рост профессионализма вокалистов и танцоров, музыков и жюри. Прослухованные селетнего фестиваля будут продолжаться на протягу усяго дня, 2 и 3 червеня. Так само гостей «Золотой пчелки» чекают кермаши выставы, декоративного прикладного мастерства детей и дорослих, концерты, традиционный конкурс малюнков на асфальте и детячей дискотеки. Селета у вугули «Золотая пчелка» плануя поширить колькость фестивальних пляцовок. Організаторы обіцаюць шмат сюрпризов. Мы планируем ярко очень открытие детского фестиваля. Один из секретов таких можно рассказать, что детки наши будут приезжать на главную площадку на различных видах транспорта. Транспорт предоставляют те жители, в которых есть эксклюзивные какие-то единицы мотоциклов, мобильных машинок и так далее. На этом я с вами развитуюся. Дякую вам за увагу и до встречи в эфире.